А зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители, мы рады вас приветствовать в прямом эфире. Вы смотрите Мангазды Маселей для Женщин. Тема нашего сегодняшнего эфира – это стиль и одежда в доме. Позвольте представить наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии Айгуль Махатова, психолог, директор продюсерского центра Дан Али. Добро пожаловать. И Бахат Куль Кусманова, генеральный директор ТО «Адалтендер», юрист. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Алейкум 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 алейкум. Сегодня мы с вами говорим о том, что многие люди не знали, что они не знали. Вы знаете, что это такое? В этом случае мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорим о том, что это не знал. Если мы тоже говорим, что решит, можно заниматься рулем для мира общества, потому что для жителей главный мир в прошлом году, у него уже получает роль работы рабочего ростов. В мире требуется делать распространение уровня, и все из них необходимо обеспечить другим родам все это основание, чем самая пресса, Это очень важно. Это очень важно. Утан, если я говорю, отбасы. Бала тарвезы отбасы. В результате, бабы, она была первой отбасы. Она была очень хорошей. Она была очень хорошей. Это очень важно. Дальше нужно делать артисты, одевать, улыбки, 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 улыбки. Дальше, улыбки, улыбки, улыбки. Улыбки, улыбки. И, улыбки, улыбки улыбки, улыбки, улыбки. Это очень важный отец. Это очень важный отец. По тому же, на них, ания мы не обучают дорогоłки, улыбки trovаются для друга goals. Улыбки. Бақты Улханым, в целом, Как вы считаете, действительно мы много времени и внимания уделяем, как одеваться, когда мы выходим на работу, на улицу. В основном, когда молодожены женятся, они первое время как-то соблюдают, одеваются красиво друг перед другом, а потом что-то такое происходит, они говорят, ай, ладно, думать не буду я, мне так удобнее, вот так они говорят. Как вы считаете, почему со временем мы перестаем уделять этому внимание? Это, наверное, нормальный такой процесс, это жизнь, жизнь она циклична, да, порой. Вначале идет такая бурная мотивация, да, молодые друг друга не знают, хотят показаться, наверное, самой лучшей стороны, особенно внешне, особенно девушка. А потом уже как-то начинаются такие вот, мы как говорим, серые будни, и тогда есть понятие некоторая усталость, и есть обыденность. И, наверное, вот какие-то периоды, где-то и женщина, и мужчина тоже теряют свою бдительность где-то, да, и вот где-то начинают привыкать друг к другу, и, наверное, об этом немножечко забывают. Такое, наверное, практически во всех семьях бывает. Но, опять же, нужно говорить о том, что женщина должна об этом, наверное, задумываться, и есть понятие такая внутренняя мотивация женщины и внешняя мотивация женщины, да. Внутренняя мотивация – это вот ее стремление самой к красоте, да, то есть женщина – это красота, да. Не только ради кого-то, а вот… Для себя, в первую очередь для себя. Она должна чувствовать себя привлекательной, красивой, да, и для этого ей нужно красиво одеваться. Это повышает ее самооценку, повышает ее настроение, да, то есть она уже с радостью будет встречать мужа, захочет услышать какой-то комплимент в свой адрес, получается. И вот это внутренняя мотивация такая. А вот внешняя мотивация – это вот со стороны, наверное, родных, близких, да, которые подмечают ее новую прическу, или ее какой-то новый макияж интересный, да, или вот какое-то платье интересное. То есть если со стороны, там, супруга, родных, она будет слушать комплименты постоянно, то есть это тоже ее будет мотивировать. А сегодня я вот это платье одену, завтра вот это платье одену, да. То есть мы же тоже нуждаемся, мы как мужи, цветочки жизни, мы нуждаемся в том, чтобы нас поливали вот хорошими словами, такими, да, комплиментами. Поэтому это вот нужно, чтобы был двусторонний такой процесс, чтобы женщина сама хотела быть красивой, и окружающие тоже от нее этого ждали. И тогда мы будем стараться, и всегда будет апрятный, чистый, и вот мы ходите одежду по своему вкусу. Замечательно, спасибо большое. Айгуль ханым, енді продюсерлік орталыңыз бар, сожақта көптеген адамдармен араластасыз, жалпы, енді осы тұрғыдағы маман болғанның кейін, осы жалпы, адамдарға кең есперен шығарсы, индивидуалды стилдеген нәрсе бар шығар, осы тұрғыда, қандай кең еспереласыз жалпы, айел адамдар асыресе, қандай нәрсе нұстану керек, осы индивидуалды стилді, издеген кезде. Сын продюсерлік орталық, творчесвалық орталық болғандықтан, бұл жерде бір ұстаным жоқ, бірақ әр адам, Өзіне жарасымды, әр адамның өзінің дене бүтіміне байланысты ол, өзінің тұрәлпетіне байланысты, терісінің түсіне байланысты дейміз, Өзінің байланысты мен өзінің қызметкерлеріміне бәрінедің дүнемі, осы жөнде бірінші кезекті әңгіме қызға отырамын. Олардың ұнамаған жерлеріне қырындап қана кеңес беремін, қандай үлгімен кеңген дұрыс ашық түсті. Ашық түсті, ол ұнда түстерді кейбір адамдарды ашады, кейбір адамдарды ашып қайды. Бәрі ұл жеке тұлған өзіне өйленісті. Он индивидуалды түрде қарастыру керек, сонда сол ойынша кейін отырады мендегі қыздарда. Міне хиджаб кейет, хиджаб кейген өзінеді, әнді ол қыздарға айтамын жинақылау. Жинақылау болса, жинақы үрлесе отырып, бір ойды тауып, сол оймен кейінек, ақылдасы отырып істейміз оны. Пахткулька, в связи сәтеме, многие женщины жалуются, они говорят, ну да, красиво конечно нужно одеваться, но неудобно. Вот например, вот устает там, например, на работе, да, домой приходит, хочется просто отдохнуть, ну как-то, посвободно что-то одеть там. И как будто вот они чувствуют и там напряг, и здесь напряг. В связи с этим, есть ли какой-то, возможно, компромисс между удобством и красотой, или красота всегда неудобна? Если, например, у девушки фигура позволяет одевать одежду, я думаю, что здесь проблем нет. Здесь проблема у женщины, которая нестандартная какая-то своя, может быть, фигура. Или ленится. Или просто ленится. Бывает, домашняя одежда прикрывает какие-то недостатки, возможно. Возможно, женщина полная, возможно, не талия, еще что-то. То есть, возможно, она каким-то образом скрывает свои комплексы. Но если мы будем говорить даже о домашней одежде, ее тоже можно подобрать по цвету, по вкусу. Можно добавить какие-то аксессуары к этому, макияж. И тогда можно смотреться опрятно. То есть, это не говорит о том, что каждый день мы должны ходить в вечерних платьях дома. То есть, это по каким-то особым вечерам. То есть, нужна внутренняя мотивация. Вот как мы до этого говорили, женщина должна хотеть понравиться. Это вот у нее внутри должно сидеть. Если у нее вот этот огонек сидит, она вот даже, несмотря ни на усталость, ни на что, она пойдет, вот у нее там висит синенькое красивое платьишко, она его пойдет, наденет. Понимаете, она разрядит обстановку, удивит супруга там, да, и так далее. Вот таким вот образом. Поэтому это вот нужно работать над собой в первую очередь. А вот иногда девушки говорят, что, ну вот я как-то стесняюсь, знаете, вот перед мужем красиво одеваться. Вот и мы спрашиваем, а что ты стесняешься? Это же твой муж, ты должна перед ним красиво одеваться. А я, говорит, когда накрашусь перед ним, он говорит, а что ты накрасилась? И я, говорит, сразу все смываю. Ну, то есть, типа, что-то для меня накрасилось. А она, говорит, ну, и стесняется этого. То есть, получается, она, как обычно, одевалась-одевалась. И раз, если она так разоденется, муж ей, как бы, ее пристыжает немного. И она этого как-то стесняется. Стесняется, да. Как в таких случаях? Стесняется, это тоже замечательное качество. Она тоже украшает женщину, между прочим, да. Но, в общем-то, быть красивой перед мужем, это чуть ли не фарс, наверное, да, женщины. Она, это ее единственный мужчина, которому она хочет нравиться, который ее очень любит, лелеет. И должна нравиться, да. И поэтому, наверное, здесь вот некоторые моменты стеснения не совсем корректны, я думаю. Потому что это самый близкий человек, самый близкий человек, которому ты можешь довериться. И поэтому, наверное, нужно работать, делать какие-то аутотренинги, да, что это не чужой человек. Что это нормально. Что это нормальный процесс. Наоборот, это сближает, наоборот, это будет мужа радовать, мотивировать, делать ей подарки, например, да, дарить цветы. Потому что многие женщины жалуются. Муж не уделяет должного внимания. Ну, а если женщина сама не старается тоже как-то вот подогреть обстановку, да, то тогда каким образом она получит подарки. Поэтому об этом тоже нужно задумываться, нужно делать некоторые предпосылки для того, чтобы вот была какая-то вот такая романтика между мужем и женой. Спасибо большое. А, Гульхан, у вас трудно-то косвое-то? Спасибо. В СССР я повторю, что у нас есть серьезное количество 불еточек, потому что мы не должны говорить. Их нужно простоricsкать, не принести дать его? Немного я не знаю, что он не кричит, что он莫 отыкнулся. Мы должны отмечить и отмечать. Мы должны отмечать, у них нужно отмечать и у них нужно отмечать. В то время, каждому человеку не имеет значения и гармошки. Он должен быть в порядке, каждый день должен быть в порядке, У меня есть телефон. Здравствуйте! Меніше жасы да кезгегензеті рол ұйнайды. Негізі кейдемнан да оғым бар, менің жасым келді, мен қартайдым, деп қолын тастап жеретінде, ешінерсеге мән бермейтінде адамдар болады. Мен ондаға түпілікті қарсымын. Адам немі өзін дамытып, мен өзі жұмыс деп отыр өрек, бірақ адам өзінің жасына лайықты кеңгендеді. Сонымен қатар жасым келдеген деп кейім-кейін көлікті кейіп, Өзіне жарасып айтын кейімдерді кейіп жүрген келді мен қарсымын, өзіне жарасымды етіп, түсіне де өте көп маң беру керек, кейім үлгісіне де жинақы, әдемі, сұрттан әдемі көрінетінде кейінген әбзал деп өлеймін, өзіне жайлы бол керек. Ол үлкен тәрбелік маңын болғандықтан тізелен төмен аяқтар жалдырап тұрмау керек, өмір аудаж, абықты түсіне де жинақы кейінген дұрыс. Бұл үлкен тәрбелік маңын, өзіне үлкен түсіне, өзіне ашатын кейінген әбзал, өл жәдейш қандай шекте жоқты етіп, жарасымды болға керек, тартымды болға керек. Оте керемет, рахмет. Бахат күлхану, вы знаете, иногда бұл үлкен түсіне, например, это может быть какая-то вот вещь, которую, например, женщина может не учесть, да, но она уже может приукрасить, как говорится, весь внешний облик, да, то есть, например, это может быть какая-то бижутерия или там еще что-то. Вот, возможно, это тоже нужно, да, использовать, когда, ну, наряжаться, скажем так, в домашней обстановке. Да, какая-то изюминка, даже вот элементарно, вот какие-то вот ее любимые духи, которым супругу нравится, да, возможно, она не успевает, да, бывает у нас и дети, и пушить надо готовить и так далее, убираться дома, возможно, не успевает она надеть красивое платье, сделать прическу, ну, делать такую опрятную причесочку, да, пусть это будет домашняя одежда, чистая, опрятная, ну и духи такие вот ароматные, вот, пожалуйста. Хотя бы, да? Хотя бы, уж муж это подметит, обязательно подметит, скажет, ой, какой аромат. В случае дома это все пахнет, чем он там. Да, видите, поэтому, конечно, вот, или какая-то вот у нее заколочка есть, приколочка, или сережки такие оригинальные, да, вот светящиеся, да, пусть она наденет, тоже будет создавать красоту, да, вокруг нее. Но не обязательно же, чтобы, например, все было по цвет, да, вот, многие спрашивают, что прям все по цвет подбирать, там, юбку под платье, платье под платок. Нет, не обязательно, просто чтобы это сочеталось. Сочеталось. Там, например, темный низ, светлый верх, например, да. То есть то, что ей нравится, то, что ей по вкусу. И то, что главное, то, что ей к лицу. То, что ей к лицу, да. Это нужно индивидуально, конечно, подбирать, но у каждой девушки есть свои какие-то вот такие аксессуары. И, может быть, это будет такой красивый ободок, либо это сережки, либо это браслетик, либо это, я не знаю, колечко красивое, да, которое ее приукрасит. Ну, что-то. И поэтому, в общем-то, если она возьмет это за привычку это делать, тогда это будет нормальный процесс уже такой, обыденный, нормальный. Поэтому нужно понимать, что женщина – это вот хранительница очага, да. И поэтому, в первую очередь, мы, вот, конечно, думаем о том, чтобы муж не остался голодным, дети не остались голодными, гости были сытными. Ну, это все замечательно, конечно, но в то же время, если сидит хозяйка дома, такая красивая, лучезарная, вся светится, это вдвойне приятно, понимаете? То есть это как бы и форма, и содержание женщины, все это соответствует. Совещено. Совещено. Совещено, и тогда вот этот мужчина всегда будет ее любить и никогда не будет… И торопиться домой, самое главное. И торопиться, обязательно, домой, да, почувствовать этот же аромат, по которому он соскучился, да, или по ее там сережкам каким-то красивым, который на ней хорошо смотрится. Спасибо. 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 Вот были такие идеи, что вот шить индивидуально, да. А вообще, как Вы считаете, где можно брать или нужно брать одежду для дома? Вообще это нужно или заказывать, или шить, или есть какие-то бутики? Потому что некоторых, например, нет возможности, возможно, там, финансовые, так вот, хорошую одежду, допустим, взять качественную. Вот. Как Вы считаете, как лучше вообще? Сейчас такое огромное разнообразие, на самом деле, очень большой выбор. Поэтому, если есть возможность, конечно, есть очень много швейных цехов, можно сделать под заказ. Угу. С национальными орнаментами какими-то, да, вышивками, надписями порой даже, да, даже так заказывают. Семейную одежду сейчас заказывают. Одинаково, чтобы было интересно. Да, одинаково, сейчас вот я смотрю, такие тенденции, футболки, там, мама, папа, дочь, любимый, там, все мы, одна семья, да, вот они вряд встанут, какое-то такое изречение получается, да. Ну, тоже так, как бы, сплочение семьи в какой-то степени, да, какая-то своя корпоративная семейная культура вырабатывается, да, таким вот образом. Поэтому первый вариант, это, наверное, индивидуальный пошив. Сейчас это небольшая, это не проблема абсолютно, да, можно заказать индивидуально, но это определенные финансовые затраты. Я не знаю, может ли каждая семья это позволить, какая может позволить, пожалуйста, есть индивидуальные варианты, а есть, у нас есть текстиль разного рода, это может быть турецкий текстиль, это может быть и китайский текстиль, да, узбекский и так далее. Казахстанский, вот сейчас у нас развивается, да, вот хлопок и так далее. Одежда наша производства. Ну, конечно, да, безусловно. Поэтому, в общем-то, можно будет приобрести, если нет времени, нет средств, пожалуйста, есть вот вариант приобрести и, пожалуйста, можно варьировать. То есть сейчас очень много вариантов дома носить одежду, понимаете, поэтому сложностей никаких, я думаю, не должно быть. Просто нужно желание действовать. И как-то ориентироваться в вкусе, да, остыргы, да, wheelsorn начинают strawberry, машины рублей, contributingidez. Что касается грибов? В принципе, можно вовремен. Не важно конечно, но мы не можем. Эти икра мы можем проработать. Возможно, мы можем проработать. Будем проработать и противопоказать. Мы дарим им очень быстро, потому что мы можем проработать. Мы всегда знаем, что оно будет обманывать. Я же не знаю, что они все отмывали. Чтобы все это лабора мнул. И она смогла с любви, чтобы не было незаметно. Это не было уничтожено, но не было уничтожено. И это будет уничтожено социально. Уничтожено, что она сказала, что она всегда выражает. Это видимо это злая твое сердце. Если она не находится вместе, она поветит о том, что кухни-то утром. Берешься вот он, после того, что кухни-то утром не будет в жизни. Что касается что кухни-то утром принтер of our șадки? Да, смех. Среднений утром принтера кухни-то сорвATION. Бахтуль Ханым, возможно, вы тоже застали это время, когда общались с нашими бабушками, дедушками. Вообще, испокон веков в нашем народе всегда уделялось особое внимание внешнему виду. Например, даже девушка на выданье одевалась так, когда она уже вышла замуж, когда она становится матерью, совсем по-другому одевалась. Но в то же самое время это всё происходило, можно так сказать, в доме. И вот как Вы считаете, есть ли какие-то истории, которые рассказывали Вам бабушки относительно, как одеваться в доме, как уделять этому внимание? Насчёт, например, особенно, насчёт чистоты и аккуратности одежды. В первую очередь наши бабушки научили нас скромности, научились нас благопристойности, благочестивости. Каким образом? Таким образом, что они носили очень длинную одежду, которая прикрывала полностью аурат. Потому что они жили жамагатом всегда, там были и мужчины, и женщины. Соответственно, женщина прикрывала свой аурат всегда. Это в первую очередь. Это особо не раскрывалась. Особо не раскрывалась, да. И прикрывала свои волосы, независимо, сколько ей лет, может быть, 10-15, да. Всё равно, мы знаем, что надевали девушки с аукеле, прикрывались волосы, были вот такие вот национальные аксессуары, да, красивые, которые украшали. И вот мы знаем блезы, знаем кольца, да, вот. И, в общем-то, у нас у всех бабушек, наверное, есть свой сундук знаменитый, да. У кого-то маленький, да, у кого-то большой, но он обязательно присутствовал, да. И там море всего, конечно, да. Вот это от бабушки осталось, это от прабабушки осталось. Это те же камзолы красивые, с вышивками, с нашими национальными орнаментами, да. Это и саукеле красивые, это и кимишеки красивые на выход, да. То есть наши бабушки всегда запасались такой красивой одеждой и насколько вот... Украшениями. Украшениями. Вот интересно, извините, я вас перебью. Вот в музее вот недавно посещали, когда мы там заметили такое разнообразие всех этих украшений, да. Это кудариб сакина, вот эти всевозможные алка и так далее. Вот получается, даже если они были заняты бытом, да, вот женщины нашего народа, даже если они были, как говорится, всегда заняты чем-то, они все равно уделяли. И потом, оказывается, они очень тяжелые были. Несмотря на это, они старались все-таки их одевать и украшаться. Да, старались. То есть они не забывали, они смотрели на какие-то трудности, на быт, не забывали о том, что они женщины, что они хранительницы очага, украшения этого дома, да. И перевивали это тоже с детства. И чистоту, и скромность, и вот это благочестие, красиво одеваться. То есть у нас это... Что мы же с вами пример подаем, да? Да, то есть это в наших традициях это присутствует. Вот даже мы вот у опашек смотрим, когда кимищики такие большие вот на голову, да, такие с вышивками, такие вот с блестками. Настолько это красиво, она вот когда сидит, вот кумыс разливает, или шубат, да, или песни поет. Сердце радуется. Сердце радуется. И вот эти блестки вот так вот в разные стороны поблескивают, красиво, вот и украшают бабушку, да. Поэтому это у нас в традициях есть. Казашки всегда были красивыми, ухоженными, опрятными. И это все испокон веков у нас все передается. Сейчас, конечно, современный мир, некоторые тенденции, но вот насколько показывает последнее время, что вот все-таки интерес к национальной одежде, к национальным вышивкам, национальным узорам, орнаментам, он повышенный. Нет-нет, где-то увидишь и в школах порой даже, да, девочки надевают кимищики. Да, и на них вот национальные орнаменты, как приятно видят. Это как преемственность поколений, и в то же время воспитание, дань моде, и воспитание молодежи в рамках скромности и благочестия. Замечательно. Айгуль ханым, менде козы-трухда, сізден де бір есіңізге қалған бір апажелеріңізде бір ангімей бұлысы, небомна саулардың сыртқа келбеті жайында, кеген киімдері жайында бір есіңізде қалған бір жайттар бар был сай. Бен есімет сауатар, ажим есімет сауатар, ажим тігінші болған. Ол кезде ішерден үйренбеген, ойында туғыла біткен үзіне сонда дайд, талан, дарын. Сол бүйінші бүкіл ауылды кейіндірген тігінші. Сол шапан жилет кедеміз бас кейім түгіл-түгіл қандай кейім керек, соным бәрін тігетін. Сондықтан оның ауылда алтын ненелі жидегіл, сұлу жидегіл деген атпен жүретін оқысы. Сұлу дейтін себебі оқысының ұстанымы мен сұл қысын еміресімін. Су әженің қолында өскем, он жасыма дейін. Сонда құлағымда әлі тұрат, ол қысының оқыпты кейімгенді үйрететін. Әсіресе жаңа қайтқан сияқты орамал. Енді қазір біз замана ой болады қой, орамалды бірде тағамыз, бірде тақпаймыз. Ол кезде, бүндеті түрде орамал тақпай асқынаға кіргізбейтін. Асқынаға кіріп, тамақыз дейтін адам, шаш түспе үшін тазалықтың бірінші белгісі ой, орамал сағызатын. Әжемінің өлкен қыздары өзімнің әпкелерім айды отырат қазірдің өзінде. Өз қыз кезімізде орамалды, шешбейтіміздеп тұрмызқа шықпаған қыздың өзі орамалмен жүрген. Бұл ұқыптылық тәрбиенің өзі. Таза жүрі үшін, шаш сүрге тамаққа түспе үшін. Ал тұрмызқа шыққанды орамалдың түсі ғана өзгередіген, қыз кезінде қызыл орамалтаға декен, ал тұрмызқа шыққанды ағы орамалтаға декен, түсіне қарап. Әтпесе, барлығақта ел адамдар орамалдыға қамыладыкен, орамалдыға түсінат, ұстанатын және, етек жені кең деген сөзден шығады, жаңағы денеге жаапыстырып кейін кейін кейіндерін атпайтын оқысы, етек жені кең, кейін кейсен, өте өзіне жаңағы ұнаап, жаңақысы, сонда бір мейірімді, бақытты түрін көретіміз, қандай жарасып тұр етек жені кең кейін өпсізін, өзіде үнемі сондағы үйреті отыратын. Өзіде өте үқыпты адам болған, бір қалқтың соғы ауылдың ішінде адамдырды, солдай сөз қалған менің әжем тұрғалы. Жиде әженің айнасы қалтасына түспейді. Жан қалтасынан айнасы түспейді екен, үнемі қолқысы айнасы жүрмеген. Оның бір тал шаш шы жүрмеген, түкіл жоғы айнасы жүрмеген. Жарш түрге жүрмеген айнасы жоғы. Оның бір түргін. Жүрмеген, бір түргін. Сүргін дайықтаның кезе үсгейді, қазақ енді. Вен еткен, келек елді қаған келді, келерді. Наша передача подошла к концу. Уважаемый гости, если резюмируя то, что было сказано, чтобы вы вкратце могли сказать нашым телезрительницам, посоветовать, возможно порекомендовать и резюмируя наши передачу чтобы вы хотели добавить дорогие телезрительницы я бы хотел сказать что все вы красавицы вот будьте увереннее в себе старайтесь быть красивее день от дня радовать своих близких родных своим душевным отношением своим физическим здоровьем своей красотой своей красивой одеждой и всегда знаете что вы любимы с собой и всегда вы будете любимы окружающим если вы будете любить себя спасибо большое. Агуль хана? Менде куыртын далгелый айтатын болсак, аэр адам «эр адам» «эр адам» «эр адам» «эр адам» «эр адам» «Эр адам» «эр адам». Поэтому я хочу сделать хорошее соответствия. Потому что я очень трудно обучить. Она говорит, что она употребляется. Она говорит, что она употребляется. Она употребляется и употребляется. Айгүлханнамыз көп көңілбөлетті, өз-өзіне көңілбөлмегендіктен уақыт өткеннен күшігірім ренжейдікен. Осы мен бәрліғым жасаймын, сенерге тамақты да жасаймын, анан да жасаймын, нан да жасаймын. Ал мен бір ғана өтін үшімді сендер орындамадыңыздар деп ренжу жатады. Шын мен айылыдамуыз ниде күшкені болса да жаға күмілбөліп, күрмітпенгараса жахсы кенне. Уважаемые телезрители, наш прямой эфир подошел к концу. Каждой женщине мы желаем благополучия семье и особенно уделять время и внимание своей одежде в доме, которая тоже может сделать погоду в этом доме. Ассаляму алейкум урахматуллахи у баракатху. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова